Здравствуйте, товарищи! Сегодня 21 февраля 2020 года. Мы находимся у здания городского суда города Люберцы. Сегодня закончился судебный процесс по иску рабочих трекал по поводу незаконных дисциплинарных взысканий. Станислав, расскажите, пожалуйста, как прошел судебный процесс? Сегодня нам удалось доказать несостоятельность предъявленных обвинений со стороны работодателя. Они хотели обвинить нас в том, что мы нарушали внутреннюю дисциплину. Нам были предъявлены выговоры. В ходе судебного заседания мы полностью доказали, что эти выговоры несостоятельны. Также мы получили компенсацию морального вреда. Мы хотим сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживал. Это МПРА, это Родфронт, это прочие организации и люди. И я считаю, что каждый работник должен максимально защищать свои интересы, в том числе отстаивать их в судах. Скажите, пожалуйста, Станислав, насколько сложен был процесс? Насколько трудно вам пришлось именно доказать свою правоту? Ну, позиция работодателя была несостоятельной на самом деле, поэтому в целом процесс был не настолько сложный, как могло бы это быть, но это было много заседаний, и поэтому нам часто приходилось сюда ездить. Ясно. Скажите, пожалуйста, насколько легко суд встал на вашу сторону? То есть, насколько объективен был суд, скажем так? Ну, я считаю, что суд в данном деле был очень объективен, и встал на нашу сторону легко или сложно, я не могу судить. Но представленные доказательства, тем не менее, дали суду возможность сделать свой вывод. Станислав, скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем были вызваны вот эти фиктивные выговоры, как мы сейчас уже понимаем, со стороны работодателя? Я думаю, это было сделано для того, чтобы иметь возможность нас уволить, но в первую очередь это все-таки давление за нашу профсоюзную деятельность на производстве. Я хочу сказать, что компанией, на самом деле, Трекол, гораздо дороже вышла вот эта вот вся волокита с наемом адвокатов, с этими компенсациями, чем они просто ничего бы не делали и согласились бы с нашими условиями. Ну, то есть такая экономическая промашка вышла с их стороны? Думаю, да. Думаю, им это дорого обошлось. Надо думать, что они просто не ожидали от вас такого организованного отпора, да? И они надеялись, что вы просто сдадитесь и убежите в какую-то другую работу искать? Конечно, конечно. Всегда они не рассчитывают, ну, все компании практически не рассчитывают от рабочих услышать какой-то отпор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!